Ну что ж, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о сборной России по футболу, которая сегодня провела очередную товарищескую встречу, причем на этот раз против достаточно серьезного соперника, сборной Камеруна, участника чемпионата мира, команды с кучей звездных футболистов. И вот, если честно, у меня были какие-то тревожные мысли касательно этой игры, что вот тут Абубакар, Энгиса и все остальные, они просто порвут нашу команду. К сожалению, глядя на предыдущие встречи, подобные мысли сами по себе возникали. Когда мы мучаемся с Катаром или там с другими коллективами, ну вот после всего этого попасть на камерунцев, это, конечно, какой-то ужас. Но оказалось все не так уж и плохо. Потому что, во-первых, ну все-таки камерунцы немножко не теми оказались, и в плане качества игры как-то они разочаровали, да и по составу. Не поехал Ангиса, не поехал еще и Шупа Мотинг, футболисты, ну так на секундочку, Наполи и Баварии. Причем там была такая странная ситуация, когда сперва сообщили о том, что это из-за политики, потом оказалось, что из-за травм, но так или иначе они отсутствовали. В стартовый состав не попал, например, он-она тот же самый, галкипер Камеруна и Манчестер Юнайтед. В общем, не такими уж и крутыми оказались эти самые камерунцы. Поэтому мы здесь добились победы, мы показали себя в целом неплохо, да, были проблемки. И если бы не Сафонов, скорее всего, здесь все бы закончилось либо ничьей, либо вообще поражением. Но, знаете, вратарский талант – это тоже вещь очень важная. И сегодня Сафонов показал, что зачастую галкипер – это половина команды. В общем, давайте обсудим эту встречу поподробнее и обсудим нашу победу. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, и она делает просмотр футбола еще интереснее. Тем более, что сейчас у них идет специальная акция для зрителей моего канала – FreeBet в 1000 рублей. Как его получить, нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте Пари, и все, получаете тот самый FreeBet. Ну и дальше можете использовать его на сайте Пари, на их мобильном приложении. Там много событий по самым разным видам спорта. В общем, дерзайте, отличный подгон в наши кризисные времена. Ну а мы обсудим стартовый состав. Итак, у нас Сафонов на воротах, в центре защиты. Вот один из главных вопросов, кто выйдет здесь, потому что нету Дивеева, Джикия, да, вызван, но он сидит на скамейке в Спартаке. Кто тут появится? Солдатенков, Осипенко. Но такой подбор исполнителей мало кто мог представить некоторое время назад, что вот так будет выглядеть основная связка наших защитников. На бровках Волков и Сильянов. И вот знаете, касательно Сильянова есть еще вопросы, особенно учитывая, что там и опасные моменты из-под него создавали. Но вот Волков со своими навесами оказался чуть ли не главным креативщиком нашей команды. В центре поля Баринов, Глебов, Кузяев. То есть два опорника плюс бокс-то бокс. Мы здесь изначально строились под какой-то достаточно оборонительный маневр. Потому что, обратите внимание, нету Миранчука, нету Головина, который вообще пропускал эту встречу. Опять же, вынужденно из-за повреждения. Зато есть два стопера плюс еще один игрок, который также в первую очередь является таким чернорабочим и работягой. Тот самый Кузяев. Ну а впереди Пеняев, Обликов и Чалов. Опять же, вспоминаем, что Обликов тоже частенько в ЦСКА выходит на позиции центрального оборонительного хавбека. В общем, состав максимально осторожный, что, в общем-то, и отразилось на ходе встречи. Мы работали в первую очередь именно от защиты. Что касается Камеруна. Ондуа на воротах, не путать с Ондуа. Это опорный хавбек, у которого есть российский паспорт. Да, ребят? На поле было 11 камерунских граждан и 12 российских. Имеется в виду то, что у Ондуа двойное гражданство. Вот так вот забавненько вышло. Ну а на воротах появился Ондуа. Таким образом, Онана, которого многие ждали, голкипер Манчестер Юнайтед здесь в основе не вышел. Ну, как я уже сказал, камерунцы оказались немножко не той командой. Без Шупа Мотинга, без Ангиса, без Онана. В общем, как-то так. С другой стороны, имеющиеся ресурсы тоже серьезные. Тоже не последние люди появились на поле. В защите Костелето, Толо, Гонсалес и Мукуди. Кунде Ондуа, тот самый россиянин Инт Чам в центре поля. Это, конечно, не самые звездные ребята, прям скажем. Зато впереди. Динамовец Нгамалё, вышедший на знакомое поле ВТБ-арены. Абубакар и Мбеумо также в атаке. Ну, это уже прям действительно звездные исполнители. И вот здесь, ну, как бы это сказать, чувствовалась разница в классе, назовем это так, между центром поля камерунцев, между их обороной, где все-таки собраны не самые крутые исполнители, голкипером, который все-таки не Онана. Тут, конечно, фанаты Юнайтед скажут, вы посмотрите, что Онана творит в матчах за клуб. Но Сафонов тоже недавно косячил за свою команду Краснодар. И ничего, в сборной собрался. Может быть, и Онана, который косячит за Ман Юнайтед, здесь бы собрался и показал себя. Кто ж его знает. Талант это у него дохренище. Но в итоге в воротах, в защите, в полузащите здесь у, скажем так, камерунской команды появились не самые крепкие ребята. Зато в атаке было здорово. И вот здесь, вот было заметно, как только мяч у Мбеумо, у Абубакара, у кого-то еще, они что-то там создают впереди. На прорыве, на индивидуальном таланте, на умении открыться, они действовали просто великолепно. И в дебюте встречи у сборной России все было очень-очень печально. То есть здесь раз за разом возникали опасные ситуации. И тут, если бы не Сафонов, был бы просто кирдык какой-то. Сафонович здесь тащил как боженька. И респект ему за эту встречу. Красавчик, молодец. Исправился после недавнего неудачного матча в Краснодаре. К защите претензии дохренища прям. Очень много ошибок, очень много позиционных косяков. И здесь, опять же, ну, нету пока что у нас какой-то стабильной качественной четверки в защите. И поэтому постоянные изменения. Футболисты, ну, зачастую не самого высокого уровня в каких-то нюансах. Нету здесь, в общем, новых Березуцких, новых Игнашевичей или новых Марио Фернандесов на фланге. Поэтому тут в плане защиты все было печально. И если бы не Сафонов, мы бы здесь на ноль точно не отыграли. Сафонов, герой матча номер один лично для меня. Ну, а герой матча номер два лично, опять же, для меня это Волков. Он создал как минимум четыре голевых момента своими подключениями, своими навесами-прострелами. И именно он начал создавать эпизоды, опасные у ворот соперника, в той ситуации, когда казалось, что нас поджали. Первые полчаса игры процент владения был 45 на 55 в пользу камерунцев. Дальше, когда мы вышли вперед, ну, понятное дело, камерунцы еще больше владели снарядом. То есть здесь было тяжело, нужно было отодвинуть игру от наших ворот и хоть что-то создать впереди. Потому что в первые полчаса вот эти тяжелые, ну, кроме удара Облякова, да, крутого, но дальнего удара ничего толком не было. Да и дальний удар Облякова, ну, согласитесь, это тоже такой знак, символ, что вот не особо идет игра, скатываемся на индивидуальные действия. Но, с другой стороны, дальше, когда Волков начал подключаться и рвать бровку, вот тут-то пошло-поехало. А дальше был тот самый корнер, великолепно разыгранный, и здесь же Чалов с двух попыток прошил у голкипера соперника. 1-0 на 40-й минуте, гол, можно сказать, в раздевалочку, и дальше на второй тайм понятный план, мы играем в защите, отдаем мяч еще больше камерунцам, они давят, пытаются что-то там создать. Вместо Чалова у нас вышел Соболев на острие на 46-й минуте, то есть замена с расчетом на то, чтобы дальние передачи вперед, чтобы Соболев зацепился за счет атлетизма, ну, а мы будем сидеть у своих ворот по большей части. Нельзя сказать, что мы перешли в автобусную тактику, конечно же, но, тем не менее, осторожный формат игры у нас сохранился. Ну, и с другой стороны, если это приносит результат, а победа над камеруном это однозначный результат, почему бы и нет? Во втором тайме у нас были и другие перестановки, конечно же, для этого и созданы товарищеские матчи, чтобы опробовать разные варианты. На 65-й минуте мы увидели крайне символичную замену, двойная такая атака Миранчуков, вышел и Антоха, и Алексей, причем, что интересно, заменили они Обликова и Баринова, то есть фактически команда перешла на куда более атакующий вариант состава. И это в той ситуации, когда мы владеем преимуществом в счете и вроде как играем больше в сторону защиты. Правда, недолго это происходило, потому что на 76-й минуте уже ситуация уравновесилась. Мухин вышел вместо Пеняева, замена в сторону обороны. Ну, а дальше Фомин, Харин, трудовики, опять же, больше чернорабочие, появились вместо Волкова и Кузяева. Харина вновь использовали в качестве универсала. Разумеется, мы использовали активные перестановки, в том числе и для того, чтобы освежать игру, потому что камерунцы так или иначе, может быть, на уровне мышечной памяти, но все-таки шли вперед, пытаясь создавать моменты. Пытались создавать здесь атакующие ситуации, но по факту во втором тайме вот был один момент с забросом на МБМО, где как раз Сильянов проиграл борьбу, и тут вновь выход на рандеву с Сафоновым, и Сафонов вновь потащил. Как я уже сказал, наша оборона была не идеальна, но Сафонов раз за разом вытаскивал опасные моменты, поэтому он для меня герой номер один. Ну и в итоге победа 1-0. Не самый сильный состав Камеруна был против нас, но это все равно важная победа, и в этой встрече моментами хоть что-то в нашей сборной прослеживалось, так что есть робкий, но повод для позитива.